Экскурсию по всем имеющимся в колледже специальностям провели лично преподаватели. Школьникам рассказали о всех преимуществах обучения по направлению экономика и бухучет, правоохранительная деятельность и гостиничный сервис. У ребят не осталось сомнений, что квалифицированный бухгалтер, разбирающийся в вопросах учета и налоговой политики, не только бесценный работник, но и самый уважаемый человек на предприятии. Работа в сфере туризма и гостиничного хозяйства – одна из всегда актуальных на курорте. Юристов же в Кубанском юридическом колледже готовят к профессиональной работе, как в судах общей юрисдикции, так и в прокуратуре или МВД. А еще выпускники колледжа могут быть оперуполномоченными, следователями, участковыми и работниками полка ДПС. К слову, заместитель директора колледжа – полковник полиции. Я считаю, что если уже выбирать какие-то заведения учебные, то нужно смотреть по рейтингам преподавателей и смотреть, кто выпускался из этих вузов, СУЗов. Из нашего колледжа очень много людей выпускалось и становились очень известными людьми. Я ни капельки не жалею, что сюда поступила, в Кубанский юридический колледж, на правоохранительную деятельность. И я рада, что в будущем я стану юристом благодаря нашим квалифицированным преподавателям. Школьников и гостей Кубанского юридического колледжа в день открытых дверей решили познакомить и с другой стороной студенческой жизни. Ребята здесь не только грызут гранит науки, но и много поют и танцуют. Кстати, уже третий год подряд команда КВН колледжа является призером городских конкурсов. После окончания Кубанского юридического колледжа студенты могут продолжить образование в высших учебных заведениях страны, причем зачисляются сразу на второй курс. Одним из преимуществ Кубанского юридического колледжа является то, что набор осуществляется без вступительных экзаменов. Для поступления в наше учебное заведение главное – сильное желание. Если сегодняшние гости колледжа решат пополнить ряды нынешних студентов, то обучаться они будут в новом помещении на территории торгово-офисного центра «Парк Горького» на улице Горького, 87.